При создании новых устройств многие компании пытаются удивлять необычным дизайном или ненужными примочками. При создании Invader 3 версии Tesla сделала ставку на совершенно иное. Invader 3 очень миниатюрин и компактен, как и его упаковка, в которой вас ждет краткая инструкция и само устройство. В продаже его можно найти в трех цветах – сталь, синий и черный. Последние два цвета получаются в результате термической обработки. Поначалу кажется, что он не должен сильно царапаться, но спустя неделю тестов стали проявляться небольшие потертости. О нижней грани, а также под атомайзером. Элементов управления здесь минимум. Кнопка Fire и потенциометр, которым мы задаем мощность. Кнопка довольно удобная и большая, но вот эргономика тут не лучше. Трудно сказать, что устройство лежит в руке как в литое. Да и потенциометр регулировать понравится только владельцам кексом. Как и там, поворачивая регулировочное кольцо, вы не выставляете какое-то определенное значение напряжения, а опираетесь только на свой вкус. Это даже круто, потому что девайс отучает от ориентации на цифры и обращает внимание на ощущения. Да, в Invader 3 отсутствует экран, что может многих оттолкнуть. Однако тут есть световая индикация, которая сообщит вам обо всем необходимом. Благо, плата позволяет защитить от переполюсовки аккумуляторов, короткого замыкания, разряда аккумуляторов, перегрева устройства, высокого тока или случайного нажатия кнопки. Внутрянка мода довольно чистая, а пайка аккуратная. В купе с внешним видом это создает ощущение того, что вы держите действительно качественное устройство, а не китайский ширпотреб. Но самая соль Invader 3 заключается в том, как эта тварь работает. В Hexom 3 версии, который является схожим устройством, есть ограничение по такоотдаче в 30 ампер. У Invader 3 это ограничение равно 45 амперам. Но мы смогли с него выжать целых 262 ватта на намотке в 0.11 при такоотдаче в 49 ампер. Выше подниматься не стали, так как это уже просто небезопасно. Одним словом, он жарит как следует. Invader 3 мощный и, что самое главное, компактный девайс для опытного вейпера. Таким людям не нужен дисплей и прочие примочки. Вместо этого в Tesla уделили больше внимания качеству девайса. Однако, если вы новичок, не обладающий мультиметром и знаниями закона ОМА, то перед покупкой рекомендуем заняться самообучением. Мы благодарим Vapeshop.ru за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!